Еще от этих 30-х годов, здесь когда-то раньше была сельхозартель, красный бок чая, это были самые лучшие поля. Выращивали также репу, капусту. 600 километров от Магадана, поля крестьянско-фермерского хозяйства Эс-Чан. Урожай капусты замечательный, качаны один в один, выстроились на поле, как солдаты перед боем, готовые к уборке. На полях крестьянско-фермерского хозяйства Эс-Чан полным ходом идет уборка. Капуста урожай неплохой, аграрии торопятся убрать поскорее, чтобы все это не ушло под снег. Убирать действительно есть что. Вот средний вес кочана составляет 4 килограмма. Грамотное ведение хозяйства и особенности климата центральной Колымы позволяют получать 100 тонн с гектара. Это необычно высокая урожайность даже для центральных районов страны. Дело в том, что используются сорта капусты голландской селекции. Они позволяют при желании вырастить и больше. Если ее сажаешь реже, кочаны будут большие, по 8 килограмм, они в сетку не влазят. Мы раньше, конечно, как-то увлекались этим, сейчас поняли, что более мелкий кочан более товарный. Поводок, прошедший в августе, наделал бед в районе и на полях аграриев. Только руководитель хозяйства знает, какой ценой удалось отстоять капустные поля. Вот этот участок тоже у нас попал под наводнение. Пришлось дамбу отсыпать. Метров 150-170 дамбу только всыпали. Во время паводка самого. Администрация региона не остается в стороне. Уже подсчитаны убытки сельхозпредприятий. Информация направлена в федеральный центр. Принимаются различные меры помощи. Вот у нас ФХС Чашкин, у него был договор финансовой аренды, договор лизинга на приобретенную технику сельскохозяйственную и транспорт он приобретал. Мы все платежи этого года ему погашаем на 95%. Зная то, что человек не сможет рассчитаться сам, мы вот ему такую помощь оказали. На субботней ярмарке в КСК «Металлист» шла бойкая торговля, в том числе и капусты. Однако продукции КФХ «Эсчан» здесь не было. До Магадана не доехали. Все-таки 600 километров, да и на перевалах лежит снег. Роман Балан, Эхо дня.